Всем привет! Сегодня мы начинаем играть в игрушку Crimson Land. Как и было сказано, как и было обещано, но прежде чем начать, я хотел бы вам порекомендовать канал Johnny D, где вы обнаружите качественные летсплеи, атмосферные хорроры, смотры, первые взгляды и всё прочее, что связано с играми. И также я этого товарища постараюсь позвать на один из стримов. Поэтому, если хотите ознакомиться с творчеством, то переходите по ссылке в описании на канал Johnny D. Знакомьтесь, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну что, готовы Crimson Land? Игрушка вышла в 2003 году, первая версия. Поразила огромным количеством оружия, огромным количеством перков различных. То есть, игра просто взорвала тогдашние умы, и после Crimson Land полилось огромное количество клонов, наработок, что-то подобного, ремейков различных и прочего-прочего-прочего материала. Но Crimson Land останется в наших сердцах, потому что это как чума. Эта игрушка распространилась как чума среди пользователей. Ну, поехали. Потихонечку начнём. Зубодробительная музыка, огромное просто количество оружия и перков. Ну, и сейчас всё потихонечку, мы это узнаем и увидим. Открой новые перки и оружие в режиме квест. Мы будем играть в квесты. Land Hostile. Так, первый уровень. Поехали. Давайте посмотрим. Есть у нас пистолет пока. Показывается прогресс, время, здоровье и количество патронов. Так, нападают на нас некие мутанты, вроде и зомби, а вроде бы и не зомби. То есть просто какие-то странные организмы. Ну, факт в том, что они живые и то хорошо. Уровень завершён. Ну, это простецкий уровень, больше похож на туториал, что-то такое. Так, окей. Вводим своё имя. Так, окей. Фраги 10, хит 100%. Так, дальше. Доступно новое оружие Assault Rifle. Ну, теперь у нас будет винтовка. Minor Island Breach. Теперь у нас есть доступна винтовочка. Чё сказал, сам не понял. И вот первый бонус для оружия это огненные пули. То есть они наносят двойной урон. Всем врагам, которые на нас нападают. Но кончаются очень быстро. Так. Отличненько. Враги будут меняться в цвете. Враги будут разнообразны в размере. Но это чуть позже всё. Потому что игрушка-то реально крутая. Да, она простая, незамысловатая. Но это не суть важна. Главное, что играть в неё интересно. Она затягивает. Изначально кажется, что она скучноватая. Так, улучшенная реакция. Всё вокруг замедляется, а мы начинаем просто выносить. Всё это сделано очень круто. Так, у нас есть первый перк. Выбери перк. Так. Long Distance Runner. Ты движешься так же быстро, как паровоз. Тебе просто нужно немного времени для разогрева. Иными словами, чем дольше ты бежишь, не останавливаясь, тем больше твоя скорость. Дальше. Lean Min Experience Machine. Зачем убивать радиоопыт, если ты можешь получить его просто так? С этим перком опыт увеличивается с постоянной скоростью. Alternate Weapon. Когда-нибудь представлял себя с двумя оружиями одновременно? Сегодня, похоже, твой день. Этот перк даёт возможность вносить ещё одно оружие. Хотя дополнительный вес немного снижает скорость движения. Ты можешь сменить оружие кнопкой перезарядки. Tough Reloader. Урон, получаемый во время перезарядки твоего оружия, теперь в два раза меньше. Regression Bullets. Попытка выстрелить из оружия с пустой обоймы приведёт твой опыт к серьёзным убыткам. Эй, ведь это снижает его, верно? Ну, мы, наверное, выберем Lean Minix Experience Machine. Так, отлично. Смотрите, уже больше враги. Больше, больше, больше нападают. Становятся более выдержанными. Вражинка. Изначально, я помню, ещё выходила версия. Вот сейчас прям вспомнил, что можно было бродить по базам. А потом уже сделали вот такую версию. Вроде бы как альтернативно. Так, аптечка и щит. Мы взяли щит и аптечку. Ещё и скорость есть. Увеличивается наша скорость. Так, уровень завершён. Ну, щит, скорость. Эти особенности, возможности не бесконечны. У них есть определённое время. Вы уже сами это видели. Окей, дальше. Шотган. Отлично. Теперь у нас есть шотган. Надеюсь. Так, есть шотган. Потрясно. Отличная штука. Какой разброс, какая мощь, какая сила. На самом деле, самое крутое оружие это шотган. Ну, ещё есть ракетницы. Здесь вообще много всего есть. Так вот, о той версии. И честно говоря, где-то она есть на просторах интернета. Где-то можно её обнаружить. А где нужно бродить по базам, там немножечко другая графика. Но из старых версий, а не из новых. Так. Пайрокинетик. Ты повсюду видишь пламя. Строгий взгляд, устремлённый на монстров, буквально прожигает их. То есть, если мы будем наводить нашу мышь на монстров, они будут зажигаться. Так, это уже было регрессион буллетс. Альтернет вэпен. Было поизон буллетс. Ты стремишься смазать каждую пулю красиным ядом. Хоть ты и делаешь это для удачи, но кажется, всё это имеет и другие эффекты. Инфернал контракт. В обмен на твою душу, таинственный незнакомец предлагает тебе три новых перка, чтобы ускорить исполнение сделки. Ты окажешься в предсмертном состоянии. Просто поставь подпись вот под этой пентаграммой. Давайте перокинетика выберем, чё нам. Вот видите, я навёл, и он сгорел. Вот так вот это делается. Ну, ещё и подобрали какую-то штучку, которая по кругу разбрасывает снаряды. Ну, делается это вот таким образом. То есть мы просто наводим, и монстр погибает. Ещё один перк получили? Хе-хе-хе-хе-хе. Фэст-шот. Непонятно, каким образом ты умудряешься заставить своё оружие выпускать пули быстрее. Изумленный даже лучше из военных конструкторов. Парень, ты несомненно знаешь, как перезаряжать пушку. У тебя есть склонность к подрывам. Теперь ты человек-бомба. Осуществление взрыва требует большей концентрации и неподвижности в течение нескольких секунд. Хорошая штука. Просто стоим, и с нас вылетают снаряды. Но, к сожалению, не получилось показать. Но всё это мы запомним, и всё это мы увидим. Доступен новый перк. Ураниум филд буллетс. Пули, заполненные ураном. Дальше. Фронтлайн ассалт. Так, шотган. Отлично. Любимое оружие. Заморозка. Хорошая штука. Просто замораживает наших врагов. Просто замораживает, и всё. Здесь нет никого? Есть. Ну, на короткий срок, конечно, замораживает. Потом, правда, это всё... А, есть вроде бы увеличивалки ещё и времени. Воу, 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 воу. Идут, наступают. Не всё так просто, как кажется. Так. Мистер Милли. Ты мастер кулачных поединков. Теперь ты не просто стоишь. Когда монстр находится рядом, а даёшь ему сдачи. Жёстко. Тафрилоудер. Урон, получаемый во время перезарядки твоего оружия, теперь в два раза меньше. Ну, это было уже. Амуменик. Тебе удаётся уместить в обойме на 20% больше боеприпасов, чем кому-либо другому. Они зовут тебя помешанным на боеприпасах с глубоким уважением в их голосах. Плак, Бирер. Ты распространитель ужасной болезни. Тебе повезло. Ты устойчив к ней, а им нет. Она заразна. Со временем у монстров вырабатывается иммунитет. Но мы выберем эмуменик. Пусть у нас будет лучше больше оружия, нежели патронов, то есть... Тяп-тяп-тяп. Тихо-тихо. Отпустили мы волну, которую взяли. А жизнь-то тратится. Быстро коцают. Очень быстро коцают, на самом деле. Двойной опыт. Отличненько. Перк есть. Доджер. Это так глупо подставляться под удары. Теперь каждый раз, когда монстр нападает, у тебя есть шанс увернуться от атаки. Окей, выберем. Но уровень завершен, поэтому смысла-то особого и нет. Так. Well done, Trooper. Отличненько. Я не знаю, игра на любителя, поэтому... Кому-то нравится, кому-то нет. Мне лично очень нравится. Доступно новое оружие. Flamethrower. Отлично. Огнемет теперь есть. Alien Dance. Это, по-моему, теперь будут некие такие сгустки. Как еще по-другому называют? Гнезда. Так, тише. Дайте посмотреть на огнемет. Отличная штука. Просто спалили к чертям. Так. Instant Winner. 2,5 тысячи очков опыта. Прямо сейчас возьми их или оставь. Все твои пули снабжены урановой начинкой. Теперь они наносят больше вреда монстрам. Верно? Конечно. Чем ее больше, тем веселее. Гарантированно море крови и море удовольствия. Кровь просто льется рекой. А ты получаешь на 30% больше очков опыта. Bloody Mess. Без проблем. Мы попробуем Bloody Mess сейчас и все остальное. В принципе, огнемет очень своеобразен. И иногда возникают сложности с его использованием. Потому что это реально штука такая. Медленная. Скорость слабая. Так. Вот. Возьми это оружие. Отставить вопросы. То есть рандомное оружие. Остальные перки мы уже, в принципе, все читали. Ну, получше будет. Так. Второе гнездо уничтожили. И снова получили перк. Long Distance Runner. Ты движешься так же быстро, как паровоз. Это было. Так. Sharp Shooter. Твоя прицельная точность невероятно высока. Но теперь приходится тратить немного больше времени на каждый выстрел. Если приобретешь сейчас, то получишь еще и прикольный лазерный прицел. Работающий без батареек. Давайте возьмем лазерный прицел. Удобная штука, на самом деле. То есть улучшенный ориентир для ведения огня. В принципе, неплохая штука, неплохая. Опять огнемет. Нет уж, извините, огнемет у меня уже был. Это слишком медленно для меня. Так, аккуратно. Аккуратненько. Изничтожаем. Ну, оружие не очень подобрано, кстати. Если был бы дробовик, все это бы закончилось гораздо быстрее уже. Уже бы закончилось. Но нет. Вот здесь у нас они плодятся, плодятся и плодятся. Перг дали. Так. Это было Unstoppable. Монстры не могут больше замедлить тебя своими противными укусами и царапинами. Они продолжают причинять тебе боль, но ты ее просто игнорируешь. Ты повсюду видишь пламя. Строгий взгляд, вступленный на монстров, буквально прожигает их. Это было. ММА-ник. Было. Evil Eyes. Ни один живой, ни мертвый не может сопротивляться гипнотической силе твоего взгляда. Монстры застывают на месте, пока ты смотришь на них. Классная штука, кстати. Они просто стоят. Если я смотрю на него, он останавливается и замирает. Удобная штука. А это у нас такая замечательная возможность тоже пускать одиночный снаряд. Вот теперь есть огненный снаряд, который поможет нам разрушить все, что мы видим. Так, защита. И скорость. Еще и перк дали опять. Радиоактив. Радиоактив. Ты радиоактивен. Вокруг тебя заметно зеленое свечение. Другим не нравится это, потому что оно вызывает боль и тошноту, когда ты находишься рядом с ними. И это немного влияет на общественную жизнь. Понятно. Fire Couch. Огненный ком постоянно застревает в твоем горле. Слили за своими манерами. Давайте посмотрим. Да, у меня вылетает огненный теперь заряд, разряд. То есть... Так, окей, уровень завершен. Смысла нет выбирать перк. Так, well done, Trooper. Окей, переходим дальше. Доступен новый перк Doctor. Дальше. Поехали. Random Factor. Мг, рандомный фактор. Прут, прут, прут. Жалко, что нельзя оставлять с собой перки. Хотя, по-моему, в последующих уровнях это будет доступно. Вроде как. Точнее не скажу. Играл давно, так как игре уже 12 лет. Получается, да? Ну да, в 2003 вышло. 12 лет. Так, скорострельность. Видите, быстрее стрелять начинает. И теперь мы поподробнее глянем на возможность заморозки. На бонус. Вот просто наши враги превращаются в ледышки. Сносим, разносим. Кстати, информация интересная. Есть еще также... Я чуть не забыл. Переиздание игры. Ремастерит, так сказать. И мы обязательно на нее будем смотреть тоже. Так, что здесь у нас есть? Шарпшутер. Тафф релоудер. Ага. Теперь в два раза меньше. Poison Bullets. Так, Ammo Maniac возьмем лучше. Пусть будет у нас больше патронов. Эй-эй-эй-эй, полегче. Ничего себе, как они на меня наткнулись все. Ё-моё. Прут и прут. А прут и прут. Прут и прут. Так, дальше. Телекинетик. Living Fortress. В жизни каждого человека наступает время, когда он практически перестает двигаться. Играя роль неподвижной живой крепости, появляются некоторые преимущества. Чем дольше ты стоишь, тем больше урона наносишь. Очень интересно. Попробуем. Я буду стоять медленно, но зато... Будет двойной урон. А если еще и так сделать, то это будет вообще вдвойне потрясающе. О, вот щит мне не помешает. И перк тоже не помешает. Anxious Loader. Если ты не в состоянии спокойно ждать момента, когда твое оружие будет перезаряжено, то огонь ускорит процесс. Нажимая кнопку огонь, ты так быстро, как только сможешь. Нажимай. Ага. Окей. 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 Тысяча очков опыта. Не помешает никогда. Так. Отлично. Еще и бег. Скорость увеличили. Да. Когда нажимаем на мышку, постоянно на левую кнопку, то перезаряжаемся, соответственно, быстрее. Гораздо быстрее, нежели... А, это происходит просто при простой перезарядке. Так вот. По поводу ремейка. Там изменена вся графика. Добавлено Full HD разрешение. Другие разрешения. То есть под разные аспекты. В общем, мы на это обязательно будем смотреть. То есть, скорее всего, это будет происходить параллельно. Вместе с классическим Crimson Land, так и с HD-изданием. Параллельно будет выходить, наверное, серий. Как-то так, наверное. Я не знаю. Мэн-бомб. У тебя человек... У тебя человек, да. У тебя есть склонность к подрывам. Теперь ты человек-бомба. Осуществление взрыва требует большей концентрации и неподвижности в течение нескольких секунд. Окей. Но мы уже уровень прошли, поэтому смысла уже дальше рубаситься нет. Так. Далее. Продолжаем. Sub Machine Gun. Неплохое скоростное ружье. Spider Wave Syndrome. Я думаю, будем проходить по одним боссам. То есть в конце каждого приключения квеста есть босс. Так. Отлично. 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 Скорострельность. Пауки наступают. То есть вот откуда ноги растут у Crimson Tide. Или как там игрушка называлась? По-моему, Crimson Tide или Grim Reaper. Что-то такое есть подобное. То есть люди делали клоны. Ну и Alien Shooter, конечно же, вырос из Crimson Land. То есть разработчики сами об этом писали. Так. Fast Loader. Быстрая перезарядка. Пули разлетаются. Обалдеть. Вот эти вот винтовки, конечно, это нечто. Обычные классические слабенькие винтовочки. Так. Evil Eyes. Ни один живой, ни мертвый не может сопротивляться гипнотической силе. То есть если мы наводим на монстра. Да, как уже это было. Мы же уже это видели. Он просто останавливается и не двигается. Полезная штука. Когда очень много врагов. Заострить внимание на одной линии и спокойненько изничтожать паучков. Так, по-моему, лучше ближе держаться, да? Кстати, эта версия на данный момент является почти последней. То есть остальные выходили уже просто измененная графика. А ничего там такого особенного не было. Так, 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 так. Окей. Скорострельность нам никогда не помешает. И, конечно же, огненные пули тоже. Вот как-то так это все происходит. Раш. Раш вырастает в разы. Экшн. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, меня же там коцает кто-то. Так, отлично. Перк есть. Но перк... Посмотрим сейчас, что есть. Даджер. Это так глупо представляться под удары. А, подставляться. Инфернал контракт. Инстант виннер. Инстант виннер возьму. Просто опыт. Два с половиной косаря. Так, что еще? Перк бонус магнит. Вот хороший очень перк. Ты каким-то образом притягиваешь к себе различные бонусы. Поэтому они появляются чаще. Да, хорошая возможность. Очень хорошая возможность. Опять-таки на следующих уровнях, где гораздо сложнее становится играть. Так, замедление снова. Щит. Вот видите, бонус магнит. Бонусы просто сыпятся. Высыпаются из наших врагов. Что еще есть? Так, unstoppable. Это было. Фастшот был. Первый кинетик. Фастшот попробуем. Ну да. Отличная штука. А, мой мейник. Куча перков, которые мы уже видели. Улучшенная реакция. Классно. Вовремя мне дали улучшенную реакцию, когда я уже прошел уровень. Отлично. Монстр вижн. Тоже хорошая очень возможность. Потому что есть невидимые монстры. Вот что плохо. Так, ну что там? Появляется кто-нибудь или нет? Тишина пока. Монстр скот. Опять огнемет ненужный. Никому очень слабый. Пустой. Бессмысленный. Вот это другая вещь. Уже получше. Уже, естественно, получше. Ага. Сабмашинган, да? Да, сабмашинган. Некое подобие УЗИшки. Так. Ага, ага, ага. Перк эксперт. Ты бесспорно знаешь, как выбрать перк. Большинство людей просто не замечает дополнительные перки, находящиеся рядом. Это даст тебе возможность отбирать свежайшие и лоснящиеся перки. Попробуем. Посмотрим. Так, скорострельность. Отлично. Течку взяли. Вроде бы нас не коцали, но они все равно исчезают, эти бонусы, поэтому смысла нет. Так, смотрим. Перк эксперт предоставил плюс один перк. Ну, это потрясающе. На один перк теперь мы получаем больше. Так. Лонг дистанц раннер. Ты движешься так же быстро, как паровоз. Окей, попробуем. Разгоняемся постепенно, то есть и скорость увеличивается. Чем больше бегаем, тем быстрее начинаем бегать. Замедляемся, соответственно, и теряем в скорости. Потом долгий разгон. Ну, как паровоз. Принцип паровоза. 500 очков опыта. Скорость. Отлично. Меня уже немножко погрызли. Посмотрим, что еще нам. Перк эксперт предоставил плюс один перк. Классно. Фаст шот. Будем быстрее стрелять, будем быстрее валить всех. Естественно. Блин, ну игрушка, конечно, тащит. Я помню, залипал вот в то время, 2003-2004 год. Активно причем. А еще у некоторых были версии, когда купить-то невозможно было. Интернет не у всех был. Был слабенький интернет, совсем ужасный. Вот. А хотелось-то игру купить, а возможности-то не было. Ни кредитных карт, ничего такого ни у кого не было в основном. То есть это только еще начинало появляться. Не знаю, в провинциальных городках точно. Я не знаю, как в больших городах. Возможно, уже в 2003-2004 году у кого-то были кредитные карты и какие-то другие способы оплаты. Но у нас, к сожалению, ничего такого не было. И купить эту игрушку было невозможно. Поэтому приходилось играть в демо-версию и как-то взламывать, чтобы поиграть дальше. То есть продлевали время. Там обычно Алавар издавал на сборниках такую игрушку. Вот. Но все это были, грубо говоря, ограниченные версии, где можно было бы поиграть час. Потом чистился реестр. Удаляли ключи, именно которые влияют на тайминг этой игры. И получалось там еще продлить на час, потом еще, еще на час. Правда, потом и слетал реестр. И в инду приходилось перестанавливать в 98-й. Ну, как обычно все это было. Так, доступно новое оружие Гауссган. Нестинграундс. Гауссган это вообще, в принципе, хорошая штука. Нестинграундс. Так. Сабмашинган. Ну, наверное, выберем сабмашинган лучше, чем пистолет. Как мне кажется, быстрее. То есть мы избавляемся от врагов. Так. Цепной выстрел. Это хорошая штука. Это нам пригодится. Так, появляются опять эти гнезда. Рандом вэпн. Давайте посмотрим, что нам дадут из рандом вэпна. О, Гауссг удали. Рельсы, в общем-то, да? Как мы привыкли называть в Квейке. Подряд уничтожает огромное количество врагов. И стреляет бесшумно. Очень бесшумно. Так, аккуратненько. Пульк. Пульк. Перк есть. Так, смотрим. Регрессион буллет. Попытка выстрелить из оружия с пустой обоим. Придет в твой опыт к серьезным убыткам. Угу. Плайкберер. Ты заразный. Распространитель ужасной болезни. Радиоэктив. Ливинг фортрест тогда выберем. Будем медленнее передвигаться, но зато эффективнее. Так, отлично. Замедление моих навыков. Аккуратно. Сейчас меня сожрут. Сейчас меня сожрут к чертям. Я бы не хотел зафейлиться, конечно. Это будет унизительно и стыдно. Бомба. О! Не было еще такого возможности. Изничтожает просто все. В небольшом радиусе. Но полезно. Полезная штука. Так, перк дали. Бонус магнит. А мы будем тянуть к себе бонусы. Так, все больше и больше бонусов. Аккуратно, аккуратно. Бомба. Be careful. Нет, не успел. Не успел. Все, уровень завершен. Наконец-то. Теперь остается вроде бы как один босс последний. Так, гауссган уже был. Отлично. Hot Tempered. Новый перк. Постоянно появляются новые перки. И выбор. Глаза просто разбегаются. Дальше поехали. Legend Terror. О! Да, вот это вот по-моему босс. Если я не ошибаюсь, то да. Так, еще и маленькие паучки сейчас будут приползать к нам. Так, отлично. Надо заботиться не только о большом пауке, но еще и о маленьких. Ох, ё. Ох, ё. Ох, ё. Ох, как сложно. Ё. Глаза разбегаются просто, но... Это не честно. Так, двойной опыт мне некогда брать. Тут на меня нападают со всех сторон. Жизни у меня и так уже чуть больше половины. Так, перк. Срочно нужно что-то выбрать такое, что просто-напросто поможет нам быстрее передвигаться. Отлично. Long Distance Runner. Самое то. В данный момент повезло. Разгоняемся все больше и больше. Быстрее быстрее. Так, цепной разряд. По цепочке передвигается этот луч. Кого-то ранит, кого-то нет. Так, Телекинетик. Собирать бонусы никогда не было так легко и забавно. Теперь ты можешь подбирать их, просто сдержав на них свой взгляд. Удачи. Потрясающий перк. Этот перк реально крутой. Оу-оу-оу-оу. Попадает меня. Это сволочь-то большая. Ну-у, вдова. Ну-у, вдова. Так, с крестом паучина, а. И бонусу-то не выпадает. Ё-моё, слобода. Слобода. Очень слабо всё. Всё очень плохо. Так, значит. Ну, дадут что-нибудь. Ё-моё, ещё пару выстрелов, и я труп. Нет, всё, я смог это сделать. Е-е-е, хот-темпера. Давайте прочитаем про перк. Всё буквально кипит внутри тебя. Поэтому изредка тебе приходится выплёскивать этот наружу. К несчастью, от этого страдает окружающий. Окей. В смысле нет? Уровень завершён. Поэтому мы уже, по-моему, закончили первую часть квеста. Окей, сабмашинган. Доступна новая... Оружие Рокет Лаунчер. Ну, выйдем в главное меню и посмотрим, реально ли мы закончили первый квест. Так, квесты. Да, да, у нас Иверт Песчерс. Вторая глава будет, но это мы уже будем смотреть в следующем ролике. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Хорошего настроения. До новых встреч. Это была игрушка Crimson Land, вышедшая в 2003 году. Всё. Всем счастливо. Пока.